Очередной митинг состоится в Армении сегодня. Выйти в поддержку власти призвал премьер-министр страны. Впрочем, протесты не прекращаются с 10 ноября. На улицы выходят как сторонники власти, так и оппозиция. О ситуации подробнее расскажет моя коллега Медина Гурбанова. Медина. Итак, чем отличаются сегодняшние акции? Что вообще происходит в Армении? Здравствуй, Ильнара. Ситуации в Армении крайне нестабильны и более того накаляются с каждым часом. Премьер-министр Армении действительно призвал своих сторонников выйти на митинг. Он должен состояться в 6 часов вечера по местному времени. Но противники Пашиняна уже провели акцию протеста в правительственном здании в центре Еревана. Митингующие требуют отставки главы армянского правительства Никола Пашиняна. Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже здания правительства, призвав сотрудников министерств не участвовать в понедельник в митинге, организованном премьером. Акция продлилась несколько минут. Проскандировав лозунги с требованием отставки премьера, они покинули здание. На фоне происходящих беспорядков, премьер-министр Армении Никола Пашинян созвал заседание Совбеза Армении. Там обсуждались вопросы, касающиеся внутренней и внешней безопасности Армении, вызовы, стоящие перед государством, пути их преодоления. Примечательно, что на такой важной встрече отсутствовали президент Армении Армен Саркисян и начальник генштаба, которого отстранить от полномочий с первого раза не получилось. Документ не подписал как раз отсутствующий на заседании президент страны, ранее проявлявший нейтралитет. Президент Армен Саркисян сегодня получил повторное предложение Николы Пашиняна об увольнении начальника генерального штаба вооруженных сил. Срок первого предложения истек в воскресенье. Саркисян, в свою очередь, выступил с заявлением о том, что вернул с возражениями проект указа об увольнении начальника генштаба, основываясь на своих полномочиях, заприкленных в Конституции страны. Теперь поговорим о непрекращающихся митингах, вызванных поражением Армении во второй Карабахской войне. Очередная акция протеста должна состояться сегодня вечером в 18.30 по местному времени. Призвал поддержать власть сам Николы Пашиняна в прямом эфире на своей странице в социальной сети Facebook. В первую очередь думаю, что мы должны подтвердить решимость нашего общества и народа защитить гражданский, народный, демократический, конституционный строй в Республике Армения и народную власть. Выскажусь по попытке военного переворота и, конечно, о вчера принятом странном решении президента республики. И я покажу, что это решение абсолютно необоснованное. Это решение не имеет никакого законного основания. Также глава правительства заверил, что власти будут стремиться избежать гражданских столкновений на мероприятии и не допустят повторения событий марта 2008 года. Отметим новую силу. Протесты приобрели 25 февраля, когда Генштаб потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Это произошло после того, как глава правительства снял с должности первого замначальника Генштаба, ранее подвергшего критике заявления премьера об Искендерах. В ответ премьер Никола Пашинян заявил о попытке переворота и об увольнении главы Генштаба. Документ президент страны не подписал. К слову, данное решение Армена Саркисяна оппозиция встретила положительно. На акциях протеста митингующие скандировали лозунги в поддержку президента страны. В последние дни все чаще звучат предположения о том, что Армен Саркисян больше расположен к оппозиции, нежели к действующему главе правительства. Сам президент такие предположения не комментирует. Однако он призвал граждан страны сохранять единство и солидарность, отметив, что политические разногласия не должны привести к конфронтации и расколу. Что касается оружия Искендер, ставшего камнем преткновения, не так давно стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу Искендеров. Об этом он заявил в пресс-службе. Армения заявила, поможет ли такое заявление стабилизировать ситуацию в Армении, пока не ясно. У меня на этом все, Эльнара. Спасибо, Мензина. Я напоминаю о текущей ситуации в Армении, рассказала моя коллега Мензина Курбанова.